Наш сегодняшний спикер Венди Гольдман, профессор университета Карнеги-Меллон. Она специалист по тому, что мы называем женским вопросом в начале 20 века. Этому посвящена лекция. Мемориал таким образом отмечает годовщину, в том числе и таким образом отмечает годовщину революции 17 года. У нас есть второй докладчик Ирина Ралдугина из Высшей школы экономики. Она будет говорить о квир-движении в 20-е годы, если я правильно говорю. И я надеюсь на последующую дискуссию. Добро пожаловать и начинаем. Я не представила Кирилла Левенциона, переводчик. У нас будет последовательный перевод, несинхронный в этот раз. В человеческой истории бывают такие великие моменты, когда все кажется возможным. Когда кажется возможным придумывать какую-то новую структуру для нашего мира. Когда можно придумывать по-новому распределение благ в этом мире. Когда можно реконструировать схемы эксплуатации. И даже самые базовые человеческие взаимоотношения. Такие моменты бывают нечасто. Но когда они все-таки случаются, они приносят с собой такое новое чувство обещания и волнения по поводу возможности перемен. Русская революция 1917 года была одним из величайших таких моментов. Годы Гражданской войны, 20-е годы были периодом необычайного брожения умов и дискуссий. У революционеров были свои представления о том, как изменить почти все стороны человеческой жизни. В те годы имелся такой мощный утопический компонент. Под утопическим я имею в виду представление, что если что-то можно вообразить, значит, это можно создать. Сейчас у нас не такой момент. У нас в Америке сейчас не такой момент. И я думаю, что у вас здесь тоже сейчас не такой момент. Конечно, я могла быть ошибкой. Одна из наиболее интересных сфер дискуссий этого времени – это как изменить семью. Проект освобождения женщин, который был у русских революционеров, основывался на четырех принципах. Первым принципом была свобода брака, свобода союза. Вторым принципом была эманципация женщин через экономическую независимость. Третьим принципом была социализация домашнего труда. А четвертым принципом была постепенная и, как казалось революционерам, неизбежная отмирание семьи как ячейки. И теперь я хотел бы немного поподробнее поговорить о каждом из этих принципов. Первая идея свободного брака, свободного союза заключалась в том, что любовь должна основываться на взаимном влечении и взаимном уважении. Она должна быть свободна от экономических ограничений и экономической зависимости. И никто не должен быть вынужден оставаться в отношениях, где больше не осталось любви. Революционеры спорили о том, как долго продержится такой союз. Ну, взгляды были разные. Кто-то считал, что всю жизнь, кто-то считал, что несколько лет, кто-то считал, что несколько дней, а кто-то думал, что не более часа. Один советский социолог писал в те годы, длительность брака будет определяться исключительно взаимной склонностью супругов. Но чтобы это произошло, чтобы брак был действительно свободным союзом, людям требовалось не только юридическое право на развод, но у каждого индивида должна была иметься возможность содержать себя финансово. Люди должны были быть экономически независимыми. В то время, в 1917 году, это не было в семье пызанской семьи или в большинстве больших семей. Такого положения дела, такой экономической независимости, не имели люди, жившие в крестьянских семьях, а также в огромном большинстве семей, работавших за зарплату. Женщины зависели от мужчин, а в сельской местности они зависели от домохозяйства. От двора, да, двора как хозяйственные единицы. Свобода брачного союза значала, что женщины должны были иметь доступ к независимому получению заработной платы. Участие в наемном труде не только дало бы женщинам экономическую независимость от мужчин, но и познакомило бы их с большим миром за стенами их кухни. Такого рода проект создавал проблемы для крестьян, поскольку двор владел землей, скотом и инвентарем коллективно. Крестьяне не обладали финансовой независимостью, автономией друг от друга. И ни мужчины, ни женщины не обладали финансовой независимостью от своего двора. А в то время подавляющее большинство людей в России были крестьянами. Третий принцип социализации домашнего труда. Большевики и другие революционеры той эпохи считали, что домашний труд должен быть переложен с плечей семьи на плечи общества, социализирован. Сегодня считается, что мужчины и женщины должны в равной мере делить между собой работу по дому или они должны нанимать кого-то, обычно еще одну женщину, за деньги, чтобы она делала за них эту домашнюю работу. А в то время у революционеров представление было другое. Они считали, что забота о детях, стирка, глажка, готовка, забота о пожилых членах семьи и больных а также уборка, что все это будет переложено, так сказать, на плечи наемных работников, которые будут это делать профессионально за зарплату. Людям не придется тратить время на споры о том, кому мыть посуду, но, вместо этого, они будут питаться в столовых по соседству, белье они будут не стирать дома, а носить в прачечную, и детей они будут отдавать в ясли или детские сады, которые будут созданы повсюду. С домашним рабством будет покончено. И, наконец, когда семья перестанет выполнять экономическую функцию, отпадет необходимость регулировать ее законами. Люди будут сходиться и расходиться по желанию. У них не будет необходимости в том, чтобы их брачный союз был как-то благословлен государством или церковью. Отношения между людьми будут зависеть исключительно от их собственного выбора, в которые никто не будет вмешиваться. Дети будут поддерживать помощь и заботу, независимо от того, состоят ли их родители в браке или не состоят. Само понятие незаконно рожденный ребенок перестанет существовать. Мы видим здесь очень мощный либертарианский элемент, этот проект, то есть освобождение индивида. Идея заключалась в том, чтобы освободить женщин и дать им возможность полностью самореализоваться, как людям. Это было похоже на такую вот либертарианскую составляющую в марксизме. Где была заложена идея о том, что освобождение личности, индивида будет осуществлена посредством обобществления и демократического контроля над средствами производства. В этом проекте, конечно, было заключено много утопических элементов. Но он был основан на том, что, по мнению революционеров, являлось научным учением. За этой идеей стояла мощная теория. И я бы хотел немного подробнее поговорить о научной стороне этого учения. Марксисты считали, что семья представляет собой изменчивую форму, поддающуюся изменениям. И она меняет свою форму на протяжении истории в соответствии с изменением форм организации общества. А фундаментальное гендерное разделение труда изменяется в соответствии с изменениями способов производства. Таким образом, при первобытном общинном способе производства форма семьи иная, нежели затем при феодализме. А феодальная семья, в свою очередь, отличается от той нуклеарной семьи, которая возникает при капитализме. И угнетение женщин отчасти определяется тем, что женщины лишены собственности. Во многих обществах женщины сами рассматриваются как собственность мужчин. На ранних стадиях капитализма мужчины начинают работать за зарплату. А женщины достались ответственность за воспитание детей, заботу об обеспечении всех прочих потребностей семьи дома. И таким образом, семья скреплялась взаимной зависимостью мужчин и женщин. Мужчинам нужно было, чтобы кто-то воспитывал детей и вел хозяйство, дом. А женщинам нужно было, чтобы кто-то зарабатывал деньги и кормил семью. Однако в то же самое время, сам капитализм постепенно разрушал традиционную форму семьи. По мере того, как женщины выходили на рынок труда, начинали работать по найму в больших количествах, прежние узы разрывались, но не было ничего, что могло бы заменить их, прийти им на смену. Таким образом, тот проект, о котором я собираюсь говорить, возник, был создан примерно сто лет назад. И как и любой проект, он был порожден проблемами и возможностями, существовавшими в то время. И он был призван решить те проблемы, которые существовали в то время, на рубеже 19-20 веков. И может быть, потом мы сможем подискутировать о том, актуален ли он в наше время, сегодня. До 1917 года брак и развод в России контролировались религиозными инстанциями. Для большинства людей этой инстанции была русская православная церковь. До 1914 года женщина не могла пойти работать по найму, получить образование, покупать или продавать собственность, или выбирать место жительства, она не могла вот все это делать без согласия ее мужа или отца. Женщины таким образом переходили из-под контроля отца, под контроль мужа. По мирским и церковным законам жена была обязана полностью подчиняться своему мужу. Получить развод было почти невозможно. Отец обладал почти неограниченной властью над своими детьми, а у внебрачных детей, у незаконно рожденных детей не было никаких юридических прав. В то же самое время предприниматели, фабриканты постепенно заменяли рабочих мужчин, работницами, женщинами, поскольку их нанимать было дешевле. Все больше и больше женщин начинали работать по найму. И мужчины и женщины работали по шесть дней в неделю. Зачастую по десять и больше часов каждый день. Таким образом, уходя на работу, женщина надолго покидала дом, она работала вне дома. И фабричные работницы, в отличие от крестьянок, не могли сочетать работу по найму с репродуктивной работой. Они не могли заботиться о своих детях, о пожилых родителях или о больных членах семьи. И в результате две трети детей рабочих умирали, не достигнув возраста двух лет. Женщины не могли кормить грудью своих младенцев. Они оставляли своих младенцев дома, давая им тряпицу в качестве соски. Таким образом, возникло огромное противоречие между наемным трудом женщин и воспроизводством семьи. Революционеры полагали, что только социализм в состоянии разрешить это противоречие. Эти идеи касательно семьи были также тесно связаны с представлением революционеров о законе. Революционеры и многие другие революционеры в то время полагали, что пройдет совсем немного времени, и отомрут семья, государство и законы, право. Не будет необходимости больше, например, в законах против преступности, поскольку сама преступность перестанет существовать. Александр Гойхберг, который участвовал в составлении Семейного кодекса 1918 года, говорил тогда, конечно, публикуя эти своды законов, пролетарская власть не собирается полагаться на них на протяжении слишком долгого времени. Пролетарская власть создает свои законы диалектически, так что каждый день их существования подрывает необходимость их существования. Цель закона заключалась в том, чтобы сделать закон излишним. Менее года прошло после революции, новое социалистическое правительство уже ввело Семейный кодекс, который воплотил в законодательных формах эти идеи. Семейный кодекс 1918 года покончил с вековым патриархальным и церковным господством. Это было самое прогрессивное семейное законодательство, которое когда-либо видел мир. было отменено понятие незаконно рожденный ребенок, и все дети получили равное право на заботу и поддержку. Не имело более значения, рождены ли эти дети в церковном браке, в гражданском браке или вообще вне брака. было введено полное равноправие женщин, равенство их перед законом. был учрежден гражданский брак, в отличие от церковного. и был разрешен развод по инициативе любого из супругов, причем не было обязанности указывать, обосновывать желание развода. учреждалось равное право на алименты и для мужчин, и для женщин, если они были инвалидами или неимущими. В 1920 году Советская Россия стала первой страной в мире, где были легализованы аборты, и аборт теперь можно было сделать в больнице, где он был безопасным, бесплатным и легальным. В 1927 году, после оживленной всесоюзной дискуссии, Семейный кодекс был сделан даже еще более радикальным. Фактически, брак или сожительство стали признаваться как юридически эквивалентные гражданскому браку. То есть, сожительство означало те же самые юридические права для партнеров, как и зарегистрированный брак. Был также упрощен развод. Больше не нужно было идти для развода в суд, достаточно было прийти в ЗАГС. Любой из супругов мог пойти в ЗАГС и просто заполнить бланк. А если второй из супругов при этом не присутствовал, то его просто уведомляли о разводе открыткой. Это стало известно как знаменитый советский развод открыткой. Но личная свобода без экономической независимости порождала, конечно, много проблем, в особенности для женщин. И все это законодательство начало сталкиваться с серьезными социальными проблемами и, в свою очередь, порождать серьезные социальные проблемы. Первое, большие проблемы были с разводом. Законом этим часто пользовались мужчины, чтобы жениться на многих женщинах и потом разводиться с ними. Зачастую оставляя каждую из этих женщин с ребенком. В 1920-е годы были временем очень высокой безработицы, особенно среди женщин. И для безработных женщин развод был особенно болезнен. Финансовая независимость была невозможна. А кроме того, женщинам было очень трудно добиться алиментов. Многие женщины были лишены возможности содержать своих детей и престарелых родителей. И суды были завалены исками об алиментах. Проводившиеся в то время социологические исследования проституции показали, что многие проститутки — это были бывшие работницы, которые остались без работы и не могли найти новое место работы. Многим из них нужно было содержать престарелых родителей или детей. И зачастую их родители даже не знали, как эти женщины зарабатывают. В результате мировой войны, гражданской войны и голода 1921 года тысячи детей оказались беспризорными. Беспризорных детей было так много, что у государства не хватало средств, чтобы их содержать. Условия жизни в детдомах были ужасные. Не было еды, не было одеял, не было одежды для детей. У крестьян тоже возникали огромные проблемы в связи с этими новыми законами. Восколько крестьяны владели собственностью коллективно, сообща. То есть женщине трудно было жить в деревне независимо от семьи. То есть жить вне домохозяйства было просто невозможно. Многие крестьянки получали развод. Пользовались этим своим новым правом. Но потом суд не знал, как быть. Поскольку двор поделить между разведенными супругами было невозможно. Невозможно было распилить корову пополам. Таким образом, в особенности для крестьян эта новая свобода порождала множество проблем. Идея социализации домашнего труда означала необходимость создания массы столовых, детских садов и прачечных. Но экономика после гражданской войны была разрушена. И у государства просто не было достаточных средств для обеспечения этих социальных услуг. И наконец вопрос об аборте. В то время большевики, в основном мужчины, считали, что что если у женщин будут хорошие условия жизни, то им не понадобятся аборты. Но это было не так. Многие женщины делали аборты, потому что у них были свои собственные мечты, свои представления о своем будущем. Они хотели получить образование. Или хотели работать. Или просто хотели, чтобы следующий ребенок появился с большим интервалом предыдущим. В те времена, когда практически отсутствовала контрацепция, женщины прибегали к абортам в качестве разновидности личной свободы. И это, конечно, очень сильно отличалось от тех представлений, которые изначально были у большевиков. Домохозяйки, замужние домохозяйки, студентки, многодетные матери стали прибегать к абортам. Не потому что они находились в отчаянном положении, а просто потому что они хотели иметь возможность контролировать свою судьбу, свою репродукцию, воспроизводство. И это вызывало у государства очень большую тревогу. Тревогу по поводу уровня рождаемости. В то время, на самом деле, озабоченность рождаемости наблюдалась по всей Европе. Это было связано с идеями о национализме, а также с Первой мировой войной. К началу 1930-х годов произошло большое идеологическое изменение в том, что касается отношения государства к семье. Из левой и правой оппозиции было покончено в ходе чисток. Сталин стал единобластным хозяином страны. И государство начало искать новые решения для социальных проблем. Оно отошло от прежних прогрессивных проектов и обратилось к более репрессивным альтернативам. Государство отказалось от представления, что закон, государство и семья будут постепенно отмирать. Вместо этого оно взяло на выражение идею крепкой социалистической семьи. Ранним революционерам само выражение «крепкая социалистическая семья» показалось бы оксимороном. Государство стало рассматривать семью как ключ к социальному контролю. Оно ввело более суровое наказание за правонарушение малолетних. Родители стали нести юридическую ответственность за правонарушение, совершенное их детьми. В 1935 году все дети в возрасте старше 12 лет, за тяжкие преступления, подлежали наказанию в виде лишения свободы. Точно так же, как и взрослые. В 1936 году была значительно усложнена процедура развода. С разводами по открытке было покончено. Теперь оба супруга должны были вместе явиться в ЗАГС. И пошлина за развод повышалась прогрессивно с каждым следующим разводом. Кроме того, была проведена юридическая кампания против злостных неплательщиков алиментов. НКВД очень активно стал заниматься поиском мужчин, которые не платили алименты. В 1936 году аборты были объявлены вне закона. Официальная государственная идеология более не признавала представление о грядущем постепенном отмирании семьи. Многие из революционеров, занимавшихся юриспруденцией, были арестованы. В числе арестованных юристов были Гойхбарг, который был одним из создателей Семейного кодекса, а также Крыленко и Пашуканис. Таким образом, к 1936 году мы наблюдаем замену многих прежних представлений о социализме на прямо противоположные. Почему так произошло? Существовали тяжелейшие социальные проблемы, но государство сделало идеологический выбор. Решение отказаться от прежнего марксистского проекта не представляло собой никакого структурного или социального императива, реакции на какие-то структурные или социальные императивы. Наоборот, оно было принято в тот период, когда с безработицей было покончено, и огромное количество женщин стали работать по найму. Таким образом, наконец-то возникли условия для экономической независимости женщин. Миллионы мужчин и женщин стали получать образование, и вертикальная социальная мобильность стала очень-очень быстрой. Государство создало детские и дошкольные учреждения, столовые. Крестьянская семья, такая многопоколенная семья домохозяйства, возглавляемая Большаком, которому подчинялись все члены семьи, она начала исчезать. В колхозах были введены трудодни, Крестьянские семьи по-прежнему еще жизненно зависели от своего домохозяйства, но возникли новые возможности для женщин, крестьянок существовать независимо. Но женщины по-прежнему несли на себе бремя выполнения большинства работ по хозяйству в доме. Советские женщины несли то, что мы сегодня называем двойным бременем, двойной нагрузкой. Они работали по найму и выполняли всю работу по хозяйству дома. Эта проблема двойной нагрузки по сей день не решена. Она не была решена при социализме, она не была решена и при капитализме. В современном мире семья сталкивается с новыми проблемами, которые порождены капитализмом и глобализацией. Проблема занятости, то есть стабильной работы за достойную оплату, это сейчас для семьи одна из наиболее важных проблем. В промышленных странах повсюду закрываются заводы. Миллионы мужчин и женщин вынуждены покидать свои страны и свои семьи для того, чтобы отправляться в другие места в поисках работы. Американское посольство поселило меня в гостиницу Метрополь. Все женщины, которые там убирают комнаты, из Киргизстана. Я поговорила с уборщицей, убиравшей мою комнату. Я спросила ее, а почему вы в Москве? Вы откуда? Она сказала мне, что она оставила своих двух малолетних детей в Киргизстане, с родственниками, может быть бабушкой. Она и ее мужем работают здесь, потому что все заводы в Киргизстане закрылись. В США у нас сейчас сотни тысяч мужчин и женщин из Латинской Америки, которые приехали в США в поисках работы. Многие из них живут там нелегально, без всякой защиты. В индустриальных странах почти каждый в сфере обслуживания. Теперь вместо работы в промышленности вынужден работать на низкооплачиваемых работах в сфере обслуживания. Поскольку производство перемещается из западных стран в восточные в поисках дешевой рабочей силы. Таким образом, глобальный капитализм подрывает основы семьи, нанося ей новые и очень болезненные удары. Я думаю, если есть какой-то один урок, который мы можем извлечь, чему мы можем научиться у большевиков и у русской революции, он заключается в том, что новые материальные условия, гарантирующие занятость, работу, хорошую зарплату, хорошее жалование, контрацепция, образование и равенство для женщин должны быть обеспечены для того, чтобы могли быть изменены социальные отношения. Конечно, большевистский проект был направлен на решение проблем, существовавших сто лет назад. Но каждому поколению приходится сражаться в своих битвах. Спасибо. Спасибо большое за приглашение Мемориалу снова здесь выступать. Спасибо профессору Голдману за то, что она согласилась иметь меня в качестве судокладчицы. Мне очень понравилась эта метафора, которая прозвучала в начале, что в 1920-е годы и вообще после 1917 года происходят вещи, возможные для меня, для моей исследовательской работы, о которых я еще пару лет назад подумать не могла. И мне кажется, как ни странно, это связано именно с этой гомофобной политикой, начатой несколько лет назад российскими властями, которая парадоксальным образом, с одной стороны, действительно влияла и до сих пор влияет на режим гомофобии в стране в целом, а с другой стороны сделала проблему гендера, проблему сексуальности, проблему квирности невероятно актуальной и обсуждаемой везде. Чего буквально не было еще несколько лет назад, не говоря уж о том, что этого не было в 1993 году, когда была отменена статья «Мужеложество», существовавшая в России с 1933 года. Поэтому, в общем, в некотором смысле не так все плохо. Ну или, может быть, это слишком сильно я говорю, но в любом случае мое исследование посвящено теме квирности, теме гомосексуальности в 1920-е годы. И сегодня я буду говорить о том, как телесные однополые практики под влиянием нескольких факторов и включенные в революционный социалистический цикл в целом начали стремительно эволюционировать в 1920-е годы в полноценную гражданскую повестку и даже в то, что мы сейчас называем политикой идентичности. В 1930-е годы этот процесс был прерван и на дискурсивном уровне с рекриминализацией статьи «Мужеложество» и курсом в целом на фасадную асексуальность, о которой частично говорила профессор Голлман, и на более приближенном к человеческому опыту через репрессии в отношении мужчин-гомосексуалов как минимум в Москве и Петербурге. Их осуществлял 4-й секретно-политический отдел ОГПУ. Так вот, эта эмансипация снизу, которую я увидела, получается и кажется мне довольно-таки беспрецедентным явлением вообще в европейском масштабе. Сходные процессы мы можем наблюдать лишь в этот период в Германии, где под руководством Макнуса Хиршильда гомосексуалы вели агитацию за отмену параграфа 175-го, который также пенализировал мужские однополые и сексуальные отношения. И вот эта эмансипация 20-х годов мне кажется очень важной сразу в нескольких отношениях, то есть не только в рамках ЛГБТ-истории или в рамках квир-истории. Мне это кажется важным вообще в контексте историографии современной о России, например, в контексте спора о модерности бесконечного, или, например, в контексте разговора о так называемой советской субъектности, и чем она является, и когда она начинается, и насколько теории Йохана Хельбика и Ригела Халфина на самом деле уязвимы, поскольку работают, или, может быть, не уязвимы, а насколько они не полны, поскольку работают на вполне таком определенном источниковом материале с очень четкой политической в узком смысле перспективой. Ну, пару слов, как и почему я вышла на этот сюжет. Мне кажется, это очень важно сказать, потому что это, в общем-то, тоже источниковеческая проблема в определенном смысле. Отчасти инерционно, но затем уже начали появляться первые источники, обнаруживаются первые источники, и стало ясно, что вообще эта тема, эта тема квирности в 1920-е годы, она выводит на необходимость вообще ревизии раннесоветского источникового материала под более антропологическим углом, под более антропологическим фокусом. Все-таки, на мой взгляд, раннесоветская история до сих пор, по большей части, это политическая история. И даже когда она более социально ориентированная, скажем, когда профессор Сарабетко исследует настроение во время революции среди провинциальных горожан, все равно речь идет всегда именно о такой политической перспективе. и внимание именно сосредотачивается на этой области человеческого опыта. И поэтому источники, которые начали появляться у меня, они свидетельствовали о совершенно каких-то вещах, которые я, в принципе, не могла себе даже представить. Конечно же, это очень важно сказать, сама эта работа стала возможным только после того, как я прочла книгу профессора Дэна Хилли. Она была посвящена как раз... Она называется... Она посвящена анализу дискурсов о сексуальности, в частности о гомосексуальности в позднеимперской России и в раннее революционное время. И, ну, в общем, она меня, конечно, потрясла, как, наверное, любого человека, который учился в российской академии, и не считал, и не представлял, что такие сюжеты могут быть объектом академического исследования. А во-вторых, она меня потрясла тем, что я увидела, в общем, что довольно много разнообразных источников, но по большей части экспертных. То есть профессор Хилли занимался тем, что анализировал, что думали о гомосексуальности медики, что думали юристы, как отличалась позднеимперская перспектива от ранней советской, и так далее, и так далее. И я задалась вопросом, ну, если эти споры были такими жаркими, такими глубокими и такими насыщенными, ну, конечно же, не в рамках страны в целом, конечно же, вопрос о земле был гораздо более популярным и актуальным, но, тем не менее, то наверняка это должно было как-то повлиять на самих людей, и повлияло ли это как-то на самих людей, то есть на тех людей, которых эти эксперты как будто бы обсуждали, может быть, изобретали в некоторой степени. И да, действительно, Хилли об этом тоже пишет, он обращает внимание на несколько кейсов, на несколько журналов научных 20-х годов, со страниц которых мы видим, очевидно, не гетеросексуальных мужчин и женщин, но не слышим их прямой речи, потому что их описывают эксперты, естественно, описывают их в разной степени патологизирующем контексте, кто-то с большим приятием, кто-то с меньшим приятием, но в целом, конечно, в рамках уже этой начавшей распространяться социалистической логики и ее извода, который отличался немножко от европейских дискуссий в отношении гомосексуальности, поскольку, в общем, российские медики, позднеимперские и раннесоветские медики считали, что это в большей степени вопрос происхождения гомосексуальности, в большей степени вопрос воспитания и социализации, нежели чем в биологии. И в этом, кстати, тоже, как мне кажется, проявилось влияние вот этого социалистического дискурса и вообще социалистических идей. И, как я уже сказала, мне стало интересно, кто были эти люди, можно ли мне как-то найти какие-то их следы помимо общения с ними через этот очень искажающее восприятие экспертный дискурс. И постепенно начали появляться первые источники. И начала, собственно, как раз формироваться моя теория об этой гражданской квирности, как о некой гражданской повестке 20-е годы, которая в 30-е была уничтожена, о которой мы, естественно, сейчас ничего не знаем. Из-за чего, например, современная гомофобная риторика настолько мощная, что многие политики, некоторые политики просто говорят, что гомосексуальность – это что-то чуждое России, чистая, невинная Россия. Это откуда-то привнесено нам. Конечно, на уровне риторики понятно, что это полная чушь, но для меня, как историка, очень интересно, как я могу это опровергнуть с помощью конкретного источникового материала. И вот оказалось, что да, действительно, это возможно сделать. И первым окном, и точкой отсчета, от которой дальше уже начало разворачиваться мое исследование, стало дело, о котором я уже много говорила, по-моему, в некоторых своих выступлениях, 1921 года, найденное мной в архиве совершенно случайно. Об этом деле писал профессор Бехтерев, один из крупнейших экспертов по теме гомосексуальности в позднеимперской России и в раннесоветской России. И вообще надо сказать, что, кстати, тема гомосексуальности именно для экспертов была, наверное, даже для общеевропейских экспертов очень важной. Я думаю, что она была таким лакмусом в более широком смысле разговора о человеческой свободе. Я думаю, сейчас это можно, наверное, сравнить примерно с тем, каким лакмусом является дискурс о мигрантах вообще в европейском и в Америке тоже. То есть это на самом деле проблема, в которой речь идет не только о мигрантах, и не столько о мигрантах, но и об обществах, в которых разворачиваются эти дискуссии, о том, как они устроены, и о логике, которая превалирует в этих обществах. Так вот, вопрос о гомосексуальности и о сексуальности, конечно же, в целом в 10-20-е годы в Европе носил примерно такой же характер. И для экспертов он был очень важным, и поэтому там очень много происходило разных дискуссий. Так вот, профессор Бехтерев в них активно участвовал и был одним из самых авторитетных российских экспертов. И как раз из книги Хилли я узнала об одной из его статей в 20-х годах, в которой он обсуждал некий эпизод, рассказывал о неком эпизоде, который произошел в Петрограде, и о том, что, дескать, там было задержано огромное количество гомосексуальных мужчин, которых он впоследствии наблюдал, с которыми он разговаривал. Ну и, в общем, он написал такую статью, вполне, с одной стороны, такую доброжелательную, с другой стороны, конечно же, патологизирующую, он рассматривал этих людей как больных, но, тем не менее, в рамках вот этого раннесоветского модернизационного проекта он считал, что эти люди не заслуживают никакой ни кары, ни наказания, и, разумеется, отмена статьи «Мужилов, что в семнадцатом году – это правильный шаг». Ну, в общем, статья сама по себе, конечно же, укладывается в логику вообще развития медицины, но меня интересовало, могу ли я как-то найти какие-то документы об этих людях и по возможности вообще узнать, а что же они сами-то думали, когда вот их задержали в двадцать первом году. И, в общем, с помощью цепочка случайностей все-таки привела меня к этому делу, в архив. Это полноценное дело, больше ста листов, которые до меня никто никогда не смотрел. И это, в принципе, со многими моими источниками такая ситуация происходит. Их, по большей части, никто никогда не просматривал. А откуда я это знаю? Ну, потому что в каждом архивном деле существует так называемый «лист использования», в котором можно прочитать, кто это делал, смотрел до вас. Это тоже, в общем, очень важная вещь, очень полезная штука. Вот. И оказалось, да, что это дело никого не интересовало, хотя оно, в общем, даже не было закрыто никогда для публики. И это еще один как раз, как мне кажется, подтверждающий аргумент в пользу необходимости ревизии раннесоветского источникового материала под, в общем, новым углом. И, значит, что представляет из себя это дело? Это, что я узнала из этого дела, и чем отличалась риторика, которая, очевидно, следовала из этого дела, от риторики Бехтерева. Ну, значит, эти мужчины были задержаны как раз вот в этот 1921 год. Вот представьте себе, гражданская война, в общем, только заканчивается, голод в стране, февраль месяц на дворе. И вот эти вот мужчины собрались в центре Петрограда в одной из квартир на костюмированный вечер. В тот же вечер они были задержаны по подозрению в контрреволюционной деятельности, что, конечно же, было обычным делом для этого периода. Их задержали, доставили на Михайловскую площадь в милицию. Но что самое интересное, первый звонок, который сделал начальник полиции Крамер, первое его действие, когда вот этих мужчин задержали и поняли, что они совершенно никак не подпадают под категорию контрреволюционеров, он позвонил Бехтереву по телефону и сказал, «Профессор, вы не хотите поговорить с людьми? Это явно по вашей части». И мне это тоже кажется очень важным моментом, потому что даже для обычного оперуполномоченного было совершенно очевидно, после того, как он убедился, что они не замышляли перевороты против советской власти, что здесь место не для пенологического какого-то интереса, а именно для экспертного интереса, научного интереса, что этих людей нужно связать с правильным человеком. И им является именно профессор Бехтерев. Собственно, эти мужчины провели, их почти было 200 человек, 197, они провели ночь в милиции, затем их отпустили. И, тем не менее, это уголовное дело не было закрыто. Тогда как раз оно тянулось, появился первый советский уголовный кодекс, в котором не была статья мужеложства, как я уже сказала, но была статья, например, «Совращение малолетних». Поэтому уголовное дело не закрыли, оно все-таки осталось открытым для того, чтобы, может быть, выяснить, не было ли там чего-то по этой части незаконного. И поэтому у нас остались показания этих мужчин, которые они давали впоследствии в течение двух лет. Они приходили к народному следователю Васильеву и вели с ним беседы, рассказывали ему о себе. И таким образом этот источник абсолютно лишен всякой искажающей экспертной оптики, поскольку народный следователь Васильев совершенно никакого представления не имел и, может быть, даже никогда не видел гомосексуалов, судя по тому, как он писал, как он заполнил рапорты. Он очень старался понять терминологию, как-то въехать в этот научный дискурс. Там по-разному у него слово гомосексуалисты написано, то гомосексуалисты, то еще как-нибудь. Но он тоже очень старался говорить на языке науки. Тем не менее, эти допросы проходили в очень свободной форме. Он задавал какие-то общие вопросы, а дальше эти мужчины отвечали, и он записывал эти показания от руки. В некоторых случаях они сами даже писали эти показания. Это там видно по подписям. И тут стало ясно, что это своеобразное окно как раз в область этого квир-пространства. И стала очевидна невероятная эволюция в риторике, которую можно увидеть в риторике этих мужчин, хотя бы даже по сравнению с предыдущим периодом. Например, у нас есть еще такой интересный источник, который хранится в Москве, в ЦИАМе. Это дневники купца, который в 60-е годы их вел. Он был московского купца, он активно практиковал, он был женат, очень был набожен, религиозен, он активно практиковал мужской однополусекс, а дальше приезжал домой и писал в дневнике, как это ужасно, как он себя за это ненавидит и что он сгорит в аду. И тут прошло меньше 50 лет, и мы видим совершенно другую риторику, очень артикулированную, очень акцентированную, очень четкую. И мне кажется, что она очень хорошо выражается в одной из фразий, которую произнес под следственной, как раз хозяин этой квартиры, Мишель. Мишель, когда его народный следователь задавал ему вопрос, а что вы здесь делали, он сказал, ну как, что, мы здесь собирались, мы здесь развлекались, у нас здесь такой досуг культурный, мы разыгрывали свадьбу и так далее, и так далее, я сейчас не буду углубляться. Но в заключение я хочу вам сказать, сказал Мишель народному следователю, что мы не преступники, мы психически больные люди. И вот эта фраза, да, она очень важна, то есть действительно эти мужчины были затронуты как раз этими экспертными дискурсами, это действительно так. И в этом смысле книга Хилли, ну она подводит нас к этой мысли, они были затронуты этими экспертными дискурсами и восприняли особенно этот патологизирующий дискурс, но вопреки всему они от него отталкивались в сторону эмансипации, скажем так, то есть для них этот патологизирующий был дискурс, был дискурсом, который давал им после многих лет криминализации гомосексуальности возможность всё-таки себя как-то встраивать в общество, да, в новое социалистическое общество, пока что, да, может быть на правах вот таких не совсем здоровых людей, но людей, которые уже могут об этом говорить прилюдно, не стесняются этого и вообще, в общем, настроены даже на диалог с властями. В этом смысле мне кажется, что вот эта фотография и её анализ, даже её такой поверхностный визуальный анализ демонстрируют любопытную вещь. Как я атрибутировала этот снимок, как сделанный именно в тот же вечер дактилоскопическим бюро, хотя на нём нет никаких знаков ни сзади, и это, кстати, тоже является общим признаком того, что этот снимок был сделан не в ателье, не где-то. И, то есть, этот снимок был сделан, судя по всему, в тот же вечер, когда этих мужчин задержали. И посмотрите на них, то есть, эти люди, они полны достоинства, то есть, такое ощущение, что они даже позируют, а не, например, там, не знаю, не боятся, да, то есть, я даже вижу какой-то вызов в их взглядах, и мне кажется, что как раз вот это столкновение с советскими властями для них было в определённой степени даже желаемым. Так они могли прояснить вообще, наконец-то, свои позиции в этом новом советском государстве и понять, кем же они являются, в общем, гражданами всё-таки, полноценными, или всё-таки нет, есть ли какие-то ограничения. Ну, так вот, и дальше, в общем, стало ясно, что искать и копать нужно именно в Петербурге, потому что, скорее всего, именно там может обнаружиться ещё какие-то источники. И дальше, опять-таки, я тоже следовала логике книги Хилли, источниковической логики этой книги, и начала смотреть фонды экспертов. Мне казалось, что там может быть что-то интересное, поскольку всё-таки 20-е годы, и тоже профессор Голлман об этом говорила, это период, когда экспертиза становится гораздо более доступной для широких слоев общества. Для большевиков, для, по крайней мере, ранних большевиков, было очень важно с помощью науки рационализировать новые представления о жизни, лишённой буржуазной морали, лишённой буржуазной логики, и вообще построенных на рациональных началах. И поэтому эксперты, которые согласились сотрудничать с режимом, конечно же, имели огромное влияние и поддержку со стороны большевиков. Ну вот, например, как Владимир Бехтеров, который много ездил по стране с лекциями, это можно проследить по документам из его фонда, ему платили за это достаточно серьёзные деньги, да и институт его тоже получал поддержку от большевиков, от раннесоветских властей. И уже в его фонде я наткнулась на источники, которые меня укрепили в моём мнении о том, что вот это дело даже, его нужно исследовать не как кейс-стадия, не как какой-то уникальный эпизод, а как более широкий феномен формирования квир-гражданственности в 20-е годы. Почему я всё время говорю слово «квир»? Это на самом деле не моя неряшливость терминологическая, а моё сознательное решение, потому что вот эти мужчины и люди, о которых я тоже буду сейчас говорить, они использовали самые разные слова, поскольку в основном это были, и это тоже очень важно, я об этом скажу, это были простолюдины, это были вчерашние крестьяне, выходцы из низших слоёв горожан, люди, которые только-только научились читать и писать, они очень стремились к тому, чтобы вот этот научный дискурс присвоить себе, начать говорить правильно, начать говорить с помощью научных терминов, и они описывали себя самыми разными словами. Ну вот, например, мне кажется, вот очень в этом смысле показательной следующая цитата, уважаемый, и это тоже одно из писем, которые я нашла в фонде профессора Бехтерева, ему пишет гомосексуал, мужчина, он пишет аноним из Ростова-на-Дону, «Уважаемый лектор, прошу извинить меня как малограмотного человека за некоторые ошибки в словах и в знаках, то есть в точках и запятых, мне 35 лет, я педераст, мужчина, по-вашему выражаясь, это гомесексуалист». То есть, видите, для него было очень важно от таких грубых и маргинальных слов, ну вот как слово «педераст», этим словом потом будет Сталин пользоваться, кстати, и это слово отчасти заменит слово более научное и рациональное, слово «гомосексуальность». Он считает важным показать, что ему кажется важным говорить именно на языке науки, что он знает вообще, что есть такое слово, и он его использует. Так вот, письма из этого фонда убедили меня в том, что в 20-е годы во многих городах России, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Одесса, Харьков, существовали люди, незнакомые между собой, примерно одного социального профиля. Как я уже сказала, это были люди, только-только научившиеся писать и читать, люди по большей части как-то себя самообразовывающие, люди из низких страт общества и люди, родившиеся примерно в начале революционного цикла, ну, то есть, скажем, в начале 900-х годов. То есть люди примерно одного возраста. И для этих людей эти люди не испытывали того груза идеологического и религиозного свойства, который, например, испытывал известный писатель и известный поэт Михаил Кузьмин, который до недавних пор тоже был своеобразным окном как раз в область ненормативной сексуальности. И многие люди по ней, многие российские филологи об этом судили именно через дневник Кузьмина и через его произведение, конечно, через крылья по большей части. Но если посмотреть и присмотреться к риторике Кузьмина, если посмотреть на его дневник, то мы увидим там, что для него вопрос гомосексуальности, он никогда не мог говорить об этом так предметно и так рационально, как говорили люди, о которых я сейчас буду цитировать, как и вот этим, например, мужчиной. Именно потому, что для него это был больше вопрос, возможно, эстетики, но не вопрос идентичности, не вопрос гражданственности, не вопрос социализации в этом смысле гражданской. И я сейчас попытаюсь немножко поцитировать вам документы, потому что мне это кажется очень важным и интересным. Одно из, несколько писем, процителю несколько писем, но, может быть, начну с женского. И вообще скажу, что, конечно же, женская гомосексуальность не только в России, но и во всех других обществах по понятным причинам гораздо меньше видна через источники, чем мужская. И поэтому я считаю своей большой удачей, что у меня эти женские голоса есть. И они тоже укладываются вот в эту, значит, мою концепцию. Сейчас, секунду. Эта женщина тоже пишет профессору Бехтереву, ей 20 с лишним лет, бывшая крестьянка Татьяна Мирошникова. Она пишет из Екатеринослава. Я служила в Красной Армии, ухаживала за барышнями, так, как подобает мужчине. Сейчас я студентка Днепропетровского рабочего факультета при ИНО. Живу три года в этой среде. Имею подругу, с которой живу больше двух лет. И я ее так люблю, что она за дружбу сменила свою фамилию на мою. Этим и знаменовалась наша дружба. Я с ней живу, как живут семейные люди, за исключением того, что нет полового акта. На одной кровати спим, да и вообще разделяю все интимные вопросы. Имею хорошее и духовное, и физическое удовольствие, когда с ней разделяю поцелуй. В большинстве случаев мое увлечение женщин заключается в том, что я получаю великолепное удовольствие от поцелуя или когда нахожусь в объятиях. Ну и так далее. Письмо ее довольно длинное, целых два. Второе письмо тоже женское, оно интересное. В нем тоже прослеживается вот этот патологизирующий дискурс, который, как я настаиваю, тоже в эмансипаторном ключе влияет на эту женщину. На Просковью Федосееву из города Княгинин Нижегородской области Лысковского уезда. Она пишет в 1925 году, не Бехтереву, это найдено в другом месте. Доктор, я человек, над которым природа совершила грубую ошибку, от которой на карту поставлена вся моя жизнь, а именно физически я как женщина. Простите, но я буду говорить откровенно, как врачу. Внешние половые органы у меня женские, и как у женщины бывает менструация. Физически развита, как женщина. Но наклонности, инстинкты у меня мужские. То есть, вернее, совершенно мужские. Я люблю женщин, люблю так же, как любит всякий мужчина. Страсть и инстинкты у меня направлены только к женщинам. Кроме того, я пользуюсь взаимностью женщины, которую я люблю. И так далее, и так далее. Мне сейчас 24 года, и с каждым годом у меня эта наклонность все усиливается и усиливается. Что важно, конечно же, еще когда я говорила, так это действительно распространение экспертного знания, которое стало доступно людям. В общем-то, до этого у них не было шансов увидеть или поговорить с врачом, написать врачу, пообщаться с врачом, услышать лекцию. Многие из этих женщин, которые писали, они как раз или прочли статью, или услышали лекцию. И в этом смысле очень важно распространение грамотности, отмена цензуры тоже в рамках революционного цикла, которое последовало после 1905 года. И когда книжные рынки Москвы, Петербурга и других городов наводнила вот эта экспертная литература из Европы, переводная, многочисленная, включая Хавиллок Элиса и других экспертов. Но самым значительным письмом, которое проливает свет не только на жизнь одного человека, но и в целом на эту среду, мне кажется, письмо другого мужчины, которое было тоже найдено в фонде Бехтерева. И по этому письму мы поставили даже спектакль в Москве, его полноценная премьера будет осенью в Театре Док, но уже была предпремьера месяц назад. Это письмо меня настолько потрясло, когда я его нашла в этом фонде Бехтерева, что я даже стала сомневаться в его подлинности. Но в отличие от остальных писем, которые я обнаружила, оно было печатное, очень длинное и очень продуманное. То есть оно даже было разбито на абзацы. Например, как на нас отразилась революция в половой жизни? Опасны ли мы для общества? Достижение при совместной жизни? И так далее, так далее. В письме этом я обнаружила риторику в некоторых отношениях, которую в принципе можно увидеть только уже у радикальных феминисток американских второй волны в 60-х годах. Например, когда этот мужчина пишет о том, что он считает любой контакт между мужчиной и женщиной в той или иной степени насилием. И это то, к чему придут американские феминистки, то, о чем они будут говорить, радикальные феминистки, спустя полувека. Я тоже сделаю небольшие цитаты из этого письма, которое я опубликовала в научном журнале. Вот как он пишет, как он познакомился со своим партнером. Да, я напомню, что это тоже письмо из середины 20-х годов. В 1907 году я был в театре. Там я познакомился с одним солдатиком, сидевшим около меня. Мы завязали беседу, из которой выяснили, что взгляды наши на политические вопросы одинаковы. То есть мы были левых направлений. С первого же раза между нами завязалась самая близкая дружба. Из театра он проводил меня до дома. Он остался у меня на ночь. Этот человек, которому он пишет, что он познакомился в 1907 году, на момент отправки письма Бехтереву до сих пор был его партнером. То есть как минимум уже 17 лет. О себе этот человек пишет, что он крестьянин из Сибири, но не говорит, из какого конкретно места. Рассказывает, что он родился в многодетной крестьянской семье, что он был, по-моему, младшим ребенком, что образования никакого не было. И в этом смысле он даже мягко противоречит профессору Бехтереву и спорит с его теорией о том, что гомосексуальность рождается из неправильной социализации. И он говорит профессору, профессор, ну у нас вообще никакой не было, никакой культуры не было. И почему остальные дети нормальные, как пишет он профессор Бехтереву, я вот такой. То есть он даже находит в себе силы, даже немножко так с профессором мягко спорить и поправлять его теорию. И, значит, это письмо изобилует различными, ну совершенно невероятными деталями. Ну, например, этот мужчина пишет, что накануне Первой мировой войны, которую, конечно, они еще тогда не подозревали, он вот вместе с этим, со своим партнером, отправился в Германию для того, чтобы изучать немецкий язык и вообще посмотреть на быт немецкого народа. Весь быт германского народа, я цитирую, произвел на нас сильное впечатление. Тут многое я нашел из того, что было вножено в моей натуре. Тут я нашел чистоту и аккуратность. Тут я нашел трудолюбие и устройство жизни. Тут мне стало ясно, что можно постичь, если учесть каждую минуту, то есть не бездельничать. Путешествуя по Эльбе, меня поражало то устройство, которое царило везде. Здесь не было ни одной пяди земли необработанной. Все постигнуто руками человека. Тут я увидел всю границу между нашей Родиной и Германией. Меня возмущало то, что все наши прежние правители, бывавшие здесь, и большинство из них принадлежавшие к этой нации, не обращали никакого внимания на свою страну. Даже немножко актуально звучит в некоторых моментах. Дальше. С людьми своего круга мне пришлось познакомиться в 1922 году в Одессе. До сего времени я не мог полагать, что в России есть объединение общества гомосексуалистов. Но знал из литературы, особенно из немецкой, что существуют за границей такие общества. Совершенно случайно я наткнулся на этих людей, хотя жил почти рядом с тем садом, где они обыкновенно собираются. Из того знакомства я узнал жизнь гомосексуалистов. «Между нами есть люди всех возможных общественных положений. Здесь вы встретите и моряков, военных и гражданских людей. Одним словом, у нас нет ни класса, ни рангов. Всех нас объединяет одна и та же идея и стремление». И дальше. «Что бы сказало общество, если бы закон наказывал слепого за то, что он слепой, горбатого за то, что он горбатый, рыжего за то, что он рыжий и неприятно действует на окружающую среду? Было бы это справедливо и благоразумно? Наверное, многие бы назвали это сумасшествием, но нас наказывают, и никто на это не обращает никакого внимания». И еще небольшую цитату. «Неужели мы не имеем права в нашей стране устраивать вечера?» Говорит про этот вечер, о котором он тоже как раз узнал из лекции профессора Бехтерева. Почему же это так? Если бы молодые люди устраивали вечер с женщинами и учинили бы там всякие безобразия в розерайских вечеров, то в этом не нашли бы ничего, предосудительного и милиция бы не вмешалась. Этот разврат узаконен веками и предрассудками. Если же мы хотим повеселиться в своем обществе, это преступление. Где тут логика и здравый смысл? Где же достижение той культуры, которой мы так чванимся? Такое отношение к нам власти, власти, законы которой должны быть построены на науке и логике, совершенно несправедливы. Власти, за существование которой большинство из нас боролись с первого времени ее существования. И теперь, когда началась мирная жизнь, оказалось, что мы не имеем права на такое же существование, как другие. В этой части он как раз пишет о том, что несмотря на отмену статьи мужеводства в 1917 году во многих частях страны все-таки гомосексуалов преследовали, например, как Одессе, про которую он пишет, обвиняя как раз по статье разврат несовершеннолетних, которая была в первом кодексе, во втором и в последующих, хотя как раз была совершенно гендерно-нейтральной. Это тоже очень важно. Итак, письмо этого мужчины длинное, очень интересное, очень подробное, но в нем не было подписи. Точнее, там была подпись НП. Из чего в какой-то момент я даже сделала такой стычниковедческий вывод о том, что, возможно, это письмо является стилизацией. Но что-то мне было очень сложно поверить в крестьянина, неграмотного, родившегося в многодетной семье, который достиг такой глубины в своих рассуждениях. Я подумала, что, возможно, да, это какая-то была стилизация более грамотного, образованного человека, который знал о том, что вот такие письма пишет профессору Бехтеру. Он, может быть, захотел написать письмо, отчасти основанное на своей биографии, отчасти придуманное. В общем, я понимала, что, в отличие от остальных писем, доверять, несмотря на всю невероятность этого письма, этому письму я не могу. Но, тем не менее, источники диктуют свою логику. И когда я работала с делом, о котором я здесь не буду говорить, о котором был доклад в прошлом году, здесь, в мемориале, с ленинградским делом 1933-1934 года об отношении гомосексуалах, которые вписываются в то, о чем говорила профессор Голдман вот в этот правый поворот, произошедший в 30-е годы, в сталинский правый поворот, я читала очередной том допросов этих людей, арестованных в 1933 году, этих мужчин, арестованных в Ленинграде. Я подчеркиваю, в Ленинграде. А этот мужчина, НП, вроде бы как писал Бехтереву из Одессы. И в очередной момент мне попадается допрос, в котором я тут же замечаю какие-то вещи, которые меня настораживают. Там написано, да, я вот такой-то и такой-то из села, там, Бурень, там, такой-то области. А я познакомился с подследственным Мининым в 1907 году. Потом мы с ним уехали в Германию, а потом нас арестовали по обвинению в шпионаже, потом я жил в Одессе. И вдруг я дрожащей рукой перелистываю... То есть я понимаю, что основные биографические данные совпадают с этим письмом, которое я нашла в фонде профессора Бехтерева. И я дрожащей рукой перелистываю страницу этого уголовного дела, чтобы понять, совпадают ли инициалы. Потому что этот человек, писавший профессору Бехтереву, он оставил лишь инициалы и то, что это письмо из Одессы. НП. Я перелистываю страницу и вижу подпись. Ника Поляков. То есть это один и тот же человек. И в 20-е годы он жил в Одессе, после того, как их интернировали обратно из Германии в Россию. А в 1933 году он уже был арестован в Ленинграде как один из контрреволюционеров, содержателей педерастических притонов и так далее. Но это уже совершенно другая история. И таким образом это письмо стало абсолютно подлинным для меня. То есть оно было верифицируемо. И в этом письме, конечно, тоже очень много данных и информации, которые свидетельствуют о том, что вот этот процесс складывания квирной гражданской повестки начал происходить в 20-е годы и в самых разных точках страны. Почему я говорю, почему опять-таки я говорю именно квирной, но потому что это слово, мне кажется, наиболее, хотя это слово одно из термин, один из самых новых в ЛГБТ-истории, который был, наверное, все-таки в 90-е годы, не, наверное, а точно в 90-е годы сформулирован, мне этот термин кажется очень точным и передающим вот эту рыхлость этих идентичностей в 20-е годы, которые вот эти квиры пытались перенимать, рыхлость и неустойчивость этих идентичностей. В этом смысле термин квир, как термин, подразумевающий постоянное размытие границ, он очень подходит для описания этих людей. То есть я бы их называла не гомосексуалами, а именно квирами, потому что той распространенной таксономии идентичностей, которая существует сейчас уже в ЛГБТ-теории, тогда она все-таки еще не существовала. Поэтому термин квиры, мне кажется, наиболее удачным. Ну, дальше еще несколько слайдов, кстати, к выступлению профессора Голдмана. Мне кажется, что по крайней мере два из этих четырех пунктов, о которых она говорила, это свобода союза и отмирание, с одной стороны, и отмирание семьи как ячейки в огромной степени как раз повлияли на мужчин и женщин квирных. Вот, например, на этой фотографии, тоже обнаруженной в архиве, тут вы видите такой замечательный снимок, двое мужчин с такой вот подписью. Наша дружба крепче, чем любовь. В общем, довольно квирный. Но вот если здесь вы еще можете тоже сказать, что дружили просто себе люди и все, то тут уже сомнений никаких быть не может. Тут мы видим двух мужчин, и на обороте сказано, что в знак брогосочетания такой-то, такой-то в городе Сызрани это фото скрепляет брогосочетание, которое произошло в 1925 году между двумя этими мужчинами. И это, кстати, тоже довольно любопытный феномен, и я сейчас на этом не буду останавливаться, но вот, да, то, о чем говорила профессор Голдман, в общем, брак, с одной стороны, всеми дискурсивными практиками разрушается, да, и законодательными, а вот для квиров это как раз способ легитимации и вообще способ как раз утверждения своей субъектности, и они как раз, вот брак для них имеет большое значение. И вот тоже еще один снимок, но уже из другого периода, из 1933 года, и который тоже очень важен, он показывает как раз, как изменилась повестка. Здесь уже мужчины, два мужчины, они явно, эта надпись явно свидетельствует о том, что они понимают, что открыто вместе они уже быть не могут. И, кстати говоря, по костюмам, которые носят эти мужчины, можно сказать, что они были служащими ОГПУ, судя по петличкам, по крайней мере, мужчины, которые вот наверху находятся. Вот. Ну, то есть, это такие небольшие иллюстрации, которые, как мне кажется, тоже подтверждают мою идею об этой гражданской повестке. И вообще, я, наверное, думаю, что я закончу, потому что мне кажется важным, чтобы у нас какая-то дискуссия произошла, и вы задали вопросы мне и профессору Голдман, и, может быть, навели на мысли о том, о чем я не успела сказать, но что вам очень интересно. Спасибо. Меня зовут Анна, я попробую сформулировать. Вы видите появление вот этих, это вот я сейчас к Ирине, к Ирине вопрос, появление, ну, вот это явление, что браки заключались между, появились эти мужчины, появились эти мужчины с этими наклонностями не в связи с тем, что произошла там революция, не в связи с этим. Они просто были до этого, там вот, как вы говорите, в царской, ну, они были, как это правильно сказать, нельзя было это проявлять открыто, правильно, но у них эти наклонности были тогда. Сейчас просто это стало возможно открыть, правильно я вас понимаю? Я могу это пояснить, Это важный вопрос. Да, еще один момент. Или, понимаете, если считать, что это появилось в связи с тем, что женщины стали эмансипированы, что мужчины, простите, если кто-то здесь, чтобы никого не бить, стали их бояться. То есть, одна из причин появления, вот, что мужчины стали бояться женщин, ну, это есть такая точка зрения. Вот. Это же так быстро не происходит, мгновенно. То есть, должно пройти очень много времени, чтобы была трансформация сознания. Ну, в общем, вы поняли мой вопрос. Я немножко сказала. Нет, нет, это очень важный вопрос, я его поняла. Могу сразу на последнее ваше предположение ответить нет. Конечно, никто никого не боялся. И вообще, это явление, оно было для простой публики еще не столь видимо. Вообще, однополая субъектность, она не была видимо так для других людей, да. Но тот вопрос, который вы задали, он вообще очень важен. Вообще, когда появляется гомосексуальность, когда телесные практики, ну, потому что однополые контакты, и мы это знаем по источникам, они существовали, ну, всегда, ну, в России. Я занимаюсь еще 18 веком, и мы можем найти множество дел об однополых контактах в делах духовной консистории в 18 веке. Но это не значит о том, что существовала гомосексуальная идентичность в 18 веке. И в этом смысле вопрос, а когда же она возникает? И почему она возникает? И это вопрос тоже в такой, может быть, может рассматриваться в такой фукодианской от имени Мишеля Фуко оптике, который считал, что, ну, на самом деле, его взгляды не очень консистентны в этом вопросе, но, в общем, он считал, что эта идентичность, она как минимум формируется под влиянием нескольких факторов, именно гомосексуальная идентичность, то есть практика тела переходит в субъектность под влиянием нескольких факторов. С одной стороны, конечно, экспертного знания, которое патологизирует, как бы изобретает гомосексуала, с другой стороны, в условиях просто определенных трансформаций в человеческом обществе, большие города, появляется некоторая эмансипация, то, о чем я говорила, профессор Голдман, человеческих отношениях, интимных и так далее, то есть экономические различные двигатели, то есть это все влияет на то, что, да, женщина уже может говорить о себе, как именно говорить о себе, как о лесбиянке, а мужчина, как о гомосексуале, уже не просто применительно к каким-то телесным практикам, а уже гораздо более артикулированно, может быть, потому что теперь она не зависит от мужчины, как, например, Татьяна Мирошникова, которая учится, работает, не знаю, работает ли, но учится, как минимум, стипендию получает, то есть в этом смысле, мне кажется, вопрос о том, как появляется субъективность, он может быть, конечно, исчерпывающего ответа на него нельзя дать, но в целом, мне кажется, вполне закономерным, что мы фиксируем эту субъектность в Европе на рубеже 19-20 веков, появление этой субъектности, в Германии, например, и в России, в Англии тоже различные процессы интересные происходят, но уже это другой немножко контекст, викторианская этика, вспомните процесс Оскара Уальда, который, тем не менее, был женат, да и, в принципе, не называл себя гомосексуалом так, как называл себя, например, Ника Поляков, и не репрезентировал себя так, то есть, в этом смысле, мне кажется, что социалистический контекст делает совершенно специфичной и новаторской, и прорывной вот эту всю риторику, до которой доросли современные общества относительно недавно, вообще говоря, а у нас это было уже в 20-е годы, вот если я ответила на ваш вопрос. Да, А когда вновь был введен закон статья мужа-ложа, вот она была отменена, потом была отмечена, когда? Она была, она вообще появилась в светском законодательстве при Петре, и сначала она как бы распространялась в воинском артикуле как будто бы только на военных, но на самом деле, поскольку я работаю в 18 веке тоже, и по источникам я могу проследить, что на самом деле нет, она обнимала, и эта статья распространялась и на простолюдинов, а дальше она была закреплена в Николаевское время, в уложении, и вообще просуществовала до 17-го года, как я уже сказала, и в 17-м году была отменена именно большевика. А когда введена потом, потому что... А в 34-м году, при Сталине как раз. При Сталине, то есть Сталин к этому отнесся отрицать, ну когда Сталин пришел... Ну это совершенно отдельный разговор, но это то, о чем говорил профессор Голдман, о том, что социалистическая риторика, ее суть совершенно меняется, и эта трансформация, в общем, в гендерной политике, да, она начинается с статьи мужеложества, затем запрет абортов, затем усложняется процедура разводов и так далее, и так далее. И вот эта такая фасадная сексуальность, она становится уже нормой для советского общества, которые, как мне кажется, в общем, до сих пор отголоски эти в нашем современном российском обществе тоже видны. Спасибо. Венди, может, у вас есть комментарии о том, как семейная политика раннесоветская повлияла на то, о чем говорит Ирина. Может, просто комментарий. Я бы сказала, в ответ на вашу вопрос, сейчас в Соединенных Штатах много сексологических исследований. И... Да, извините. Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что в Соединенных Штатах сейчас проводится очень много сексологических исследований. сексологических исследований. The thinking is that human sexuality is along a continuum. Из-за этим стоит такая идея, что человеческая сексуальность представляет собой такой протяженный континуум. People are not either heterosexual or homosexual, but every individual goes along a possibility of... on this continuum. Homosexual, heterosexual, and then within the middle the possibility for either inclination, perhaps created by conditions. И за этим стоит такая идея, что, значит, не существует строгой гомосексуальности и строгой гетеросексуальности, а каждый индивид где-то между этими двумя полюсами может, так сказать, находиться в каждой данной ситуации и вот каким образом он там на этой шкале, так сказать, вот сейчас будет размещаться, это может зависеть от текущих условий. In every society there is about they estimate 15% of the population that is more toward the homosexual side of the continuum. that percentage is pretty much steady through every form of society. причем вот эта цифра 15% она практически не зависит от формы общества. But then the question is it's more open when people have the opportunity to express themselves. Но речь идет о том, чтобы люди имели возможность выразить себя вот такими, как они есть. So I don't think it was because men were afraid of emancipated women. Поэтому я думаю дело было не в том, что мужчины боялись эмансипированных женщин. Дело в том, что вот в то время, первые годы после революции, был такой краткий период, когда люди появили возможность выразить себя. Хорошо. Извините, я задал вопрос по-английски. It seems to me from what I've read of your work that when men, sorry, when women started to enter the workforce in Russia during this period that you talk about, there seems to have been some kind of generated some social tensions from this, which I think have been called sexual tourism. I don't know the word of this. how prevalent was this in society at the time and how did it affect party policy? That's the first question. The second one is related. Could you compare this in any way to kind of maybe the prejudice that immigrants experience now when they cross borders and enter the workforce? If I правильно понял вопрос заключается в том можно ли сравнить то социальное напряжение которое возникло при вступлении масс женщин в трудовую жизнь появлением масс женщин на трудовом рынке на рынке труда с тем напряжением которое сегодня мы наблюдаем при пересечении границ людьми которые в поисках работы отправляются из своей страны в другую страну и в то же время с тем напряжением которое они порождают пребывая в другое общество там вот я вырос в 70-е годы в Англии я помню как мой отец говорил что самое худшее что произошло на моем веку это когда женщины стали работать то есть вторжение женщин на рынок труда и вторжение иммигрантов из-за границы сегодня можно ли сравнить эти два социальных напряжения друг с другом мне кажется что тут одновременно происходили два имели место два феномена первое это напряжение которое возникало на работе когда женщины начали занимать должности и выполнять те работы которые прежде были исключительно мужскими раньше на производстве женщины были заняты на самых низкоквалифицированных и самых низкоплачиваемых работах скажем они не допускались к сложным видам работы на станках их не допускали в тяжелую промышленность где зарплаты были выше чем в легкой а в начале 30-х годов женщины начали работать и на предприятиях тяжелой промышленности и на таких специальностях которые раньше были мужскими а теперь вот начали им осваиваться что открыло им дорогу к квалифицированному высокооплачиваемому труду и тут русские рабочие мужчины отреагировали точно так же как и британские рабочие мужчины американские рабочие мужчины реакция совершенно одинаковая по всему миру они превратили жизнь женщин в ад они отказывались помогать им этим женщинам пока проходили обучение работе на станках они изводили их всякого рода шутками и действиями с сексуальным подтекстом но постепенно привыкли с другой стороны в результате коллективизации цены на продовольствие в годы первой пятилетки необычайно выросли крестьяне протестуя против коллективизации забили огромное количество скота в связи с чем цены на мясо молоко и молочные продукты сливочное масло резко выросли и в результате мужчина уже не мог более содержать семью только на свою зарплату то есть реальная покупательная способность зарплат у рабочих снизилась вдвое и поэтому миллионы женщин в городах пошли работать чтобы просто помогать кормить семьи таким образом мужчины как бы были раздвоены в своей реакции на этот выход женщины на рынок труда дома они были счастливы что кто-то еще зарабатывает и приносит копейку в дом а когда они были на работе то им не нравилось что приходится принимать женщин как равных и вот получается такая интересная идея что то есть интересная картина что у мужчины как у работника одни представления а у мужчины как мужа и отца и главы семьи другие но я думаю это повсюду так так и с имигрантами и я думаю та же история повсюду а в США опять та же история и с чернокожими африкан афроамериканцы в Америке в промышленности занимали те же позиции что и женщины то есть самые низкополифицированные низкооплачиваемые а на более высокий уровень их не допускали когда афроамериканцы начали права по закону они стали надавливать на менеджмент предприятий чтобы позволили им занимать более высокие должности более высокооплачиваемые квалифицированные и это стало происходить ровно в то самое время когда у нас началась деиндустриализация и поэтому многие белые работники не капитализм винили в том что он выводит производство из страны за рубеж а они винили чернокожих рабочих за то что те отнимают их работу и теперь у нас и теперь у нас интенсивнее обсуждается обсуждается списка запрещенных профессий для женщин который был введен в 50-х годах и потом подтвержден в 70-х годах и восстановлен новой властью уже в конце 90-х я лично я смотрю на я смотрю на это как на инструмент установления недобросовестной конкуренции для мужчин более эффективной конкурентной ситуации может быть у вас есть какой-то комментарий по этому поводу практически вся работа с сложными промышленными агрегатами практически весь промышленный транспорт практически все должности инженерно руководящего характера на промышленных производствах добывающих производствах все подземные работы и очень много работ связанных с работой на химических производствах но не в плане скажем так как химической защиты, а под соусом защиты репродуктивной функции при этом. Ну и военные должности практически запрещены законом у военной службы, разрешены только должности, специально разрешенные для женщин. Это практически противоположно тому, что мы наблюдали в начале 30-х годов. Я согласна с вами, абсолютно. И вообще часто эта работа, это часто работа, которая платит лучше. Более высокооплачиваемые должности, причем начиная с минимальной квалификации. Ближайший пример – это машинист метро, московского метро, в который мужчина может поступить без абсолютно никакого опыта, с нуля получить стипендию 60 тысяч рублей, через полгода получать зарплату 90-120 тысяч рублей, не имея никакой квалификации, но при этом являясь мужчиной. В вашей истории есть замечательные примеры того, как с этим бороться. Мы стараемся. В начале 30-х женщины создавали женские бригады. По-английски «регендеринг», то есть как бы «перемена гендера». Я, честно говоря, не знаю, какой был в Советском Союзе для этого термин. Эти бригады приходили на заводы и проверяли каждую должность, чтобы выяснить, может ли женщина выполнять работу в рамках каждой из этих должностей. И по каждой должности они писали отчет. И там говорили, что эту работу может выполнять женщина, эту должность может занимать женщина. Правило было такое. Если ты можешь поднять определенный вес, то ты, значит, можешь выполнять ту работу, которая связана с тяжестью такой, да, с этим весом. И это не имело никакого отношения к гендеру. Некоторые женщины могли поднять такую тяжесть, а некоторые мужчины не могли. Может быть, пора снова создавать такие бригады? Кажется, да. Я буду говорить на русском, будет лучше. Ну, извините за язык. Вот у меня возникал всегда такой вопрос, когда изучала такие 20-30-е годы. Это говорят, что в середине 30-х годов есть какое-то, не знаю, как можно говорить на русском, это консервативный ворот. Консервативный ворот. Я себя всегда спросила, особенно когда читала, какие отношения у Ленина с Калантай, и когда возникали такие сомнения о том, как Ленин хотел эмансипацию женщин. Тогда это довольно видно, что, конечно, в 20-х годах есть такие идеи Калантай об эмансипации, несколько были приняты. Но все-таки были какие-то, можно говорить, по-современному матчумен у большевиков, среди большевиков. И тогда я спрошу себе, можно ли говорить о консервативном вороте, есть ли корни уже консерватизма в 20-х годах. Ну, конечно, когда мы смотрим на мехах, это, ну, такой вопрос. Конечно, это видно, что есть попытки эмансипации женщин, гомосексуалистов, лесбиянок и все. И в 30-е годы, когда Сталин на вляске, вот это консерватизм. Ну, мне кажется, что это наверняка слишком быстро так говорить. Это, ну, уже это комментарии, то, что такие размышления у меня есть. Это наверняка в 20-х годах существовали два пути, чтобы принимать, что это эмансипация женщин, эмансипация сексуальности и все это. Ну, тогда это, как я прочитала ваши статьи, книги, тогда есть такой, у меня было такое впечатление, что это, ну, есть 20-е, есть 30-е. Ну, как вы думаете, что это, это ли так просто, можно сказать? Надеюсь, что это понятно. Мне кажется, у обоих докладчиц есть, что сказать. Этот поворот не был сразу. Это был постепенно, я думаю. Например, уже в 1926 государство начало отказать идее, что государство можно воспитать все дети, потому что у них нет денег. И они изменилось, эта часть кодекса, который сказал, что adoption, патронат, adoption, не было бы возможно, потому что в 1918 они верили, что adoption была бы использована по-крестьянскому, в то, что взять труд для хозяйства, и нет, это не было бы вопрос любого. и они запрещены adoption. И это был первый шаг назад. И после этого это был шаг по шагам. Это не было как это. И это связано тоже с вопросом преступности, социальной инстабилности, нестабильности и других. И я думаю, что это был процесс, и можно видеть этот процесс через историю. Тоже у всех большевиков у них нет той же самой идеи. Партия не был монолит, и у них много других идей. Что интереснее о этом раннем периоде, это что в этом периоде было много идей, как по-китайски 100 цветов. Да. И Ленин, он был более консервативный, конечно, чем Калантай. Она, у нее идея, что сексуальность как голод или жажда. У Ленина была другая идея. Но все опубликовали эти идеи, молодые люди обсуждали эти идеи. И я думаю, что это был самый важный. И потом в 30-х годах все обсуждение объектом кончилось. Да, Магали, спасибо за вопрос. Я в своем выступлении тоже использовала это словосочетание «правый поворот», но оно мне тоже кажется не самым лучшим вариантом. И скорее я таким образом показываю контраст между, пытаюсь, по крайней мере, дать слушателю показать контраст между 20-ми и 30-ми годами, но я не анализирую причины, по которым нам кажется, что такие радикальные реформы были возможны. То есть что его источник, если этот был поворот, что является его источником и когда он начался, когда мы можем его зафиксировать и можем ли. В этом смысле я думаю, что это вопрос как раз к нашей оптике, историков. То есть нам нужно пристальнее всматриваться именно в повседневные практики, уже начиная с 20-х годов, и отделять их от той риторики эмансипаторной и во многом утопичной, которую исповедовали большевики, эксперты и другие визонеры от власти, и пытаться понять, что же произошло, что, например, люди, которые наслаждались всеми этими свободами в 20-е, в 30-е годы такая проблема, как, например, запрет абортов, который затронул огромное количество женщин, что мы можем, можем ли мы что-то услышать от самих женщин, что происходило, как они на это реагировали. Ну, конечно, да, это тоже и вопрос к источникам, естественно, точно совершенно известно, что очень сильно возросли нелегальные аборты, смертность выросла и так далее, и так далее, но мне кажется, что как раз должно произойти то же самое, что я делаю примерно вот с этими квирами, то есть смотреться в риторику этих женщин, понять, как они сами осмысляли все эти изменения и объясняли их себе, но, с другой стороны, я согласна с тем, что вот эта концепция правового поворота, она даже, пожалуй, больше относится именно вот к квирам, поскольку пока мое исследование показывает, что решение о криминализации как минимум мужской сексуальности, потому что женская, естественно, никогда не была криминализована в России, не в имперское время, ну, де-юре, по крайней мере, она именно это решение о декриминализации принималась на самом верху, и это пока что и вот эта самая гомофобная рамка, которая потом уже после ГУЛАГа стала, в принципе, распространяться дальше на всю страну, она именно была сформулирована чекистами, которые вот эти первые аресты в 1933 году производили в крупных городах России, и как они объясняли себе вот это вот, как они описывали гомосексуальность как некое явление социально опасное и вредное, вот это, мне кажется, тоже очень важно изучить. Пока это сделать не представляется возможным в полной мере, потому что по большей части все эти источники находятся до сих пор в ведомственных архивах, в архиве ФСБ, и даже те источники, с которыми я работала, вот это многотомное дело 1933 года, допросы там открыты, самих мужчин, а переписка по делу следователей закрыта. То есть их риторику я могу, конечно же, увидеть и через ответы на вопросы, которые, понятное дело, это не совсем прямая речь, а искаженная, но все равно, чья это была идея, почему, зачем, и кто, и как это себе все объяснял, вот это вопрос, конечно, будущего исследования. Спасибо. Нам же надо заканчивать, если есть еще, может быть, кого-то, комментарии или вопросы. Спасибо большое, огромное спасибо обеим докладчицам и переводчику, потому что просто. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.